Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, мы продолжаем с вами изучать книгу «Деяния апостолов». У нас пришел черед 17 главы, ее первой части. В первой части 17 главы мы с вами видим повествование о том, как Шауль вместе со своими спутниками приходит в город, который называется Фессалоник. Интересно, что этот город существует и сегодня и имеет очень схожее название – Солоник. В древности этот город находился на пересечении торговых путей. Возможно, именно это и повлияло на тот факт, что община, которая была там создана Шаулем и его помощниками, имела важное значение и играла большую роль в жизни первых верующих в Ешо. Помимо этого, обращают внимание на то, что дальнейшее повествование в послании и в книге «Деяния апостолов» происходит от третьего лица, что, судя по всему, указывает, что, видимо, Лука их оставил и дальше они следовали без него. Итак, Шауль вместе со своими спутниками приходит в Фессалонику, он заходит в синагогу и во втором стихе мы с вами читаем такие слова. «Шауль по своему обыкновению вошел туда и в течение трех шабатот преподавал им Драшот и Станаха». Важный момент, на который я всегда обращаю внимание, изучая книгу «Деяния апостолов», это то, что ученики Ешоа, уверовавшие из еврейского народа, продолжают жить жизнью обыкновенных евреев. Что я имею в виду? Они приходят в синагоги, они участвуют в литургии, они соблюдают шаббат, они соблюдают кашрут, они обрезывают детей, они продолжают жить так, как жили до того, как уверовали. И это очень важный момент. Наш текст один из тех текстов, которые показывают, что Шауль продолжает поступать так, как было принято для него и до уверования, а именно, по обыкновению он приходит в синагогу. В синагогах, как вы знаете, читается священное писание. И мы с вами прочитали в нашем тексте, это комментарий переводчика, который делал этот перевод, прикладывается Драшот. Это распространенный подход. Слово Драш в переводе с еврейского языка означает исследование, толкование, или даже, может быть, проповедь, которая сопровождает изучение священного писания. Как правило, Драш состоял из трех основных частей. Первая часть – это вступление, которое могло состоять как из библейского стиха, так и из какого-то примера или даже притчи. Дальше шел непосредственно текст, который должен был быть истолкован. Если это было изучение недельной главы, то, как правило, этот текст берется оттуда. Дабы разъяснить слушателям значение этого текста, толкователь, как правило, использовал какие-то примеры, параллельные места, может быть, даже аллегории, нередко отсылался на талмудическую информацию. В заключении, как правило, звучало увещевание или наставление. По сути, это речь идет о словах, которые должны были донести до слушателей идею, а как им жить в свете того, что они услышали из священного писания. Проповедник, как правило, заканчивал молитвой, которая в еврейском языке называется кадиш. Таким образом, мы с вами видим картину, что Шауль, подобно как и другие толкователи Нового Завета, активно использует методологию, принятую для Медраша и толмудического изложения мысли. В третьем стихе мы с вами читаем такие слова, объясняя и подтверждая с помощью текста, что Мащеях должен перенести страдания и воскреснуть из мертвых, и что Ишуа, которого я проповедую вам, и есть Мащеях. Интересно, что в своей проповеди Шауль, по сути, концентрирует внимание на теме страданий и воскресений из мертвых. Я уже говорил в своих уроках, у меня даже есть урок, посвященный теме двух Мащеяхов, точнее, я бы сказал так, двух портретов Мащеяхов, которые есть на странице священного писания. И мы с вами знаем, и любой человек, изучающий Танахт, изучающий Ветхий Завет, видит эту картину, что есть два описания Мащеяха, которые между собой несколько конфликтуют. Я имею в виду, что с одной стороны Мащеях должен пострадать, а с другой стороны должен царить. Из древних времен были предпринимаемы попытки разъяснить или свести это вместе, или понять, почему между этими двумя описаниями есть напряжение. И вот, по сути, Шаоли делает то, о чем мы с вами говорим. Он разъясняет этим людям тот факт, что с одной стороны Мащеях должен пострадать, с другой стороны, и это произойдет тогда, когда он придет на землю второй раз, он должен царить. Шаоли акцентирует внимание на том факте, что смерть Мащеяха – это и есть жертва, которая несет с собой искупление. Мы с вами уже говорили, что в иудаизме выход из Египта называется искуплением первое. Приход же Мащеяха и установление царствия его на земле – искупление второе или окончательное. Как мы с вами знаем, по законам Торы не может быть искупление без пролития крови и жертвы. Задача Шаоля – указать, что первый раз Мащеях приходит как жертва, тогда как второй раз он придет для того, чтобы царить. И тот факт, что он воскрес из мертвых, подтверждает его статус и является гарантией будущих событий. При этом мы с вами видим, что Шаоли использует как Танах, так и Талмуд. Смотрите, мы должны понимать, что для первых верующих Новый Завет не существовал как Писание. Он был сформулирован и записан намного позже. Тогда как Танах в большей степени и в меньшей степени Талмудические Писания использовались в качестве Священного Писания. В дальнейшем сформулировалось отношение и к ним, и если мы говорим о нашем подходе, то мы ни в коем случае Талмуд не приравниваем к Библии или к Священному Писанию или к Танаху. Танах – это, безусловно, Слово Божие, тогда как толкование, Мидрашим, Талмуд, что помогает понять то, что написано в Танахе. Мы прекрасно знаем, что нередко учения, толкования, которые существовали на страницах Мидрашей, были противоречивыми или даже ошибочными. Именно поэтому Ешо, будучи здесь на земле, проповедуя и уча учеников и народ, нередко говорил им, какое именно из толкований правильно. Хочу заметить, что за редким исключением то, чему учил Ешо, не было чем-то новым. Оно было уже известно среди людей, он лишь делал акцент на том, что есть правильное понимание. Более того, мы должны понимать, что некоторые вещи становятся очевидными в свете тех событий, которые произошли непосредственно с самим Ешо, когда он был на земле. Позволю себе такой пример. Если мы с вами читаем 53 главу книги Исаии, то на сегодняшний момент, из древних времен, есть три толкования на этот текст. Первое толкование говорит о том, что в этом тексте речь идет о самом пророке Исаии. Второе толкование говорит о том, что здесь речь идет о народе израильском. И третье толкование говорит о том, что речь идет о Машехе, который придет в этот мир. Но в свете прихода и действий самого Ешо здесь на земле мы с вами понимаем, какое именно из толкований правильное. То есть, по сути, Новый Завет нам разъясняет какие-то вещи. И именно поэтому я иногда его называю Талмуд, это еще Машех и его учеников. Однако, хочу заметить, что если и воспринимать Новый Завет именно в таком русле, то мы должны понимать, что целью Нового Завета является указать на Ишоа как Машеха и раскрыть его характеристики и его задачи. Тогда как Талмуд, в отличие от Нового Завета, ставил перед собой задачу всеобъемливающего объяснения всех сторон жизни человека. То есть, есть очень многие темы, которые в Новом Завете просто не поднимаются, но они поднимались в Талмуде. Еще раз, мы не приравниваем Талмуд к Библии, но мы считаем, что если талмудическое учение игнорируется, то это приводит к ереси, что мы и видели в истории церкви не раз. Итак, проповедь Шауля, он акцентирует внимание на том факте, что Ишоа есть Машех, то есть, его задача указать на Ишоа как Машеха. При этом, с помощью священных писаний, он подчеркивает или доказывает, что идея того, что Ишоа есть Мессия, не противоречит тому, что написано в Танахе и в Талмуде, а наоборот, Танах и Талмуд подтверждают этот факт. И тот факт, что мы с вами читаем, что многие пришли к вере в результате проповеди Шауля, подтверждает правильность его подхода. В пятом стихе мы читаем такие слова. Однако неверующие евреи, охваченные завистью, отыскали каких-то негодяев из тех, кто бродит без дела по рыночной площади, собрали из них толпу и устроили в городе беспорядки. Они напали на дом Ясона, намереваясь вывести Шауля и силу к народу. Автор перевода использует слово неверующие евреи, на самом деле там просто стоит слово иудеи, но мы с вами уже говорили, что в контексте того, что мы читаем на страницах книги Деяния апостолов, когда говорится просто иудеи, мы должны понимать, что те из них, которые не приняли весть Аишоа. Они напали на дом Ясона и схватили его. Ясон, скорее всего, был человеком верующим из еврейского народа. Многие обращают внимание на тот факт, что у него было греческое имя. На самом деле это не редкость для евреев, живших в России, имена тех народов, среди которых они живут. Так, например, на территории бывшего СССР барухи нередко становились борисами. Тем более, что и Иосиф Лавий упоминает об одном прецеденте, когда первосвященник по имени Аишоа, живший примерно во II веке до рождения Машеха, изменил свое имя, кстати, сказать тоже на имя Ясон. Итак, этого Ясона схватили, его тащат на суд. И вот какой интересный пункт обвинения предъявляют ему. В седьмом стихе мы с вами читаем. А Ясон позволил им жить в его доме. Они не повинуются указам императора, так как утверждают, что у них другой царь, Ешо. Интересное обвинение. Мы с вами уже с таким сталкивались. Другой царь, не Кесарь. Подобное приявлялось самому Ешоа, когда он был на суде перед Пилатом. И мы должны понимать, что действительно Машех является царем. И он будет править миром, сидя на троне в Иерусалиме, вместе с еврейским народом, управлять всем, что существует на земле. Это произойдет в тот период, который мы традиционно называем тысячелетним царством. В иудаизме, как правило, его называют Малхута Шем или Ола Маббаш, что значит царствие Божие или мир грядущий. И те и те названия правильные. Но это произойдет в будущем, когда Машех вернется на землю. В этот же период до его возвращения Новый Завет многократно учит нас тому, чтобы подчиняться влачстям. Именно поэтому ничего подобного призыву непослушания в словах Шаоля просто быть не должно. Но вместе с тем эти слухи безусловно встревожили власти. И братья решают, что Шаолю и спутникам лучше двигаться дальше. Мы уже говорили, и эту картину мы видим на страницах книги «Деяния апостолов», что нередко Господь именно гонение использует для того, чтобы побудить апостолов двигаться дальше. И мы с вами читаем, что они приходят в Берию, где по сути все начинается сначала. А именно, они приходят в синагогу, учат, толкуют священное писание. И обратите внимание на характеристику, которую мы находим в 11 стихе. Местный народ был более благоразумен, нежели жители Фессалоники. Они с большим интересом выслушали послание, ежедневно сверяя с Танахом, то, что говорил Шаоль. Это на самом деле очень правильный и точный подход. Вспомните, Иешуа, когда был на земле, он говорил очень часто к народу и прежде всего к перушим, фарисеям, «Исследуйте священное писание, ибо они говорят о нем». И такой подход не просто правильный. Мы с вами читаем, что дальше уверовали, как многие из них, так и неевреи, то есть греки тоже очень многие уверовали. Я думаю, нам важно понимать, что когда в нашей жизни складываются три вещи. Первое. Мы сами, как инструмент Божий, живем такой жизнью, которая вызывает у людей интерес. Второе. Когда мы используем священное писание, Танах, Библию для того, чтобы доказывать свою правоту. Третье. Когда Дух Святой действует в нашей жизни, именно вот эта троица и приводит людей к тому, что они открывают свои сердца для веры. Замечу, перед нами никто не ставит задачу убедить или доказать или надавить на человека. Мы должны просто делиться тем, что имеем, благой вестью. Дальше мы видим с вами картину, что и сюда приходят люди из Фессалоники. И это побуждает Шауля отправляться дальше. И так они дошли до Афин. Ну а что было в Афинах, об этом мы с вами поговорим уже в следующий раз. До благословит вас всех Господь. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»